Девушки отдыхают 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 вы слышали что вы слышали что меркель и оланд меркель оланд и порошенко сказали по поводу минских договоренностей вы слышали это понятно понятно но она не просто она это трагедия это я с вами здесь полностью согласен но тот факт что сказала меркель оланд и порошенко что минские договоренности никто не собирался выполнять они нужны были только чтобы нарастить силы украинской армии но это я считаю что это под ну а кто виноват в этом кто януковича выбрал я не знаю кто януковича выбрал так как и наверно путина не знаю путина я знаю кто голосовал вот мне люди попадаются и они говорят мы голосовали за путина за януковича голосовали украинцы голосовали за янукович не могли же вам просто принести януковича сказать вот ваш президент теперь радуйтесь правильно как будто вы делаете вид что вы не знаете как это все делать вот так вы же свободно тоже не мальчик мы свободная нам не понравилось мы свергли и ну и чего вы добились сейчас у вас полномасштабная война ну свергли молодцы поздравляю вам не сказали что после переворота вы когда вы когда смотрите девушка вы когда смотрите в историю вы разве не видели в истории что обычно после переворотов или революции начинается гражданская война и когда начинается гражданская война девушка дать я закончу когда начинается гражданская война страна ослабляется и в этот момент соседи пытаются отхватить кусочек от раненого тигра или там как хотите правильно а кто виноват что страна ослабла вот что вы ослабли кто в этом виноват а вы сами а вы сами а вы сами что извините за выражение лохи что ли что вам навязывали кого-то а вы сами не лохи уже 20 лет нет ну у россии свой президент они его сами выбрали а вам навязали как говорится официальных данных да вы сами на его выбрали да ну а вы говорите что вам а вы говорите что вам навязала чужая страна которые говорят никто его не не выбирала и никто его них не хочет а какая то что показывает определенных бабушек которые там сидят по дворике и говорят да это наш президент мы будем в говне но нами так хорошо подождите а вы с бабушкой я я вот смотрел ваших руководителей да вот ваших не вид я смотрел ваших руководителей да они заявляли некоторые из них заявляли что надо запретить бабушкам голосовать потому что у них уже не в порядке с мозгами у вас руководители так заявляли не вы не слышали я вам просто я вам говорю у вас некоторые не не у вас некоторые партнени в германии а между на украине некоторые партии именно такое заявляли что бабушкам надо перестать давать голосовать потому что они уже не в своем уме типа молодежь потому что у нас таких новостей нет это где-то вам сказали там и вы поверили что это новости из украины но это нормально мы не обижаемся дубы к ковские лжи относимся только с улыбкой девушка если бы вы не жили здесь и вы видели то и вы видели как и все это происходит вы бы говорили по-другому не зря кто имеет мозг и тот кто имеет сознание сейчас вашей территории тагистан чечня ичкерия блин таджикистан все все воюют на территории украины за украину таджикистан не потому что не ваша не российская территория таджикистан ну вам я знаю лично двух снайперов которые воют за украину они приехали сюда много лет назад джура охотники кучкар да вдвоем приехали ну это откуда вы знаете вы даже не знаете столицу таджикистан знаете ухты обалдеть вы первое кто знает меня это радует меня это серьезно это радует мне надо судить по себе то что я не знаю там может быть именно конкретных я знаю политику в общем и историю тоже знаю скажите мне пожалуйста девушки когда появилась или там что-то или еще что-то извините я напил половину у вас немножко у вас немножко если вас прерву пожалуйста я прошу прощения но мне показалось возможно я ошибаюсь у вас немножко грузинский акцент или я ошибся нет ошиблись потому что здесь очень тяжелый язык я уже привыкла здесь очень много как бы в немецком языке и так далее армянского тоже нету нет просто у вас манера разговора напоминает немножко отдаленно либо грузинский либо армянский да вот вы опять же в зависимости дефекты немецкого языка потому что я живу на поваре и это не только немецкий язык и баварский это иначе другой язык это тяжелый язык и его тоже надо учить его уже надо правильно выговаривать и это это все очень тяжело и понятно интересно да немецкий язык накладывается на украинский получается грузинско-армянский акцент но это это классно просто да вот это нравится такое нету серьезно мне вот показалось честное слово слушайте а вот еще давайте такой вопрос задам вот вы голосовали за вашего вот этого последнего президента за зеленского да я голосовала за зеленского и знаете многие кто боготворить его я это не делаю и много кто его унижает и это тоже не делаю но во всем всегда и все я говорю единственное перед тем как кого-то осудить если вы верите если хотя бы на минуточку у вас есть совесть поставьте себя на чужое место а вот мне интересно всем что если бы я оказалась и меня выбрали вот так президентом я бы сказал извините я не могу принять я не могу потому что не этих правил и так далее он принял он стал президентом и сейчас слава богу он решает много чего и и он решает по благо всей украины он старается для украины но то что хотят его как-то очернить или как-то опозорить это всегда есть плохие есть хорошие скажите мне пожалуйста вы за него голосовали впервые во втором туре или только во втором туре он кажется сразу про я не помню но за партию его я не голосовала за его партию я голосовал за него как президента а на второе я не помню он кажется прошел нет не пришел я не помню но второй раз я не голосовала за него второй раз я не до или первые я не помню какое-то время меня не было то есть моим городе по прописке чтобы я пошла проголосовала я помню что я один раз вы когда голосовали вы когда голосовали вы голосовали именно за него или вы голосовали против предыдущего то есть вот сейчас вот но не час а вот всегда Я голосовала именно про Зеленского. Я именно за него. То есть очень сильно развита такая мысль, что люди не столько голосовали за Зеленского, сколько голосовали против Порошенко. Потому что в первом туре, если вы не знали... Сейчас, секунду, я закончу, пожалуйста. В первом туре Зеленский набрал в районе 35% голосов. То есть если бы большинство голосовало за него, он бы набрал больше 50%. А во втором туре... Нет, они набрали одинаково почти. Там буквально пару процентов у них, и поэтому были другие дебаты. Поэтому это все выносилось как бы на экраны, на эту сцену, на стадион, потому что он был решающий, потому что они набрали одинаково. Не может в априори быть в Украине то, что если ты набрал меньше, чем оппонент на... в районе 20%, 15% даже. То есть такого не может быть, чтобы тебе устроили дебаты. У них было где-то там упором. Но потом... Потом это много что открыло. Вы не правы, оно работает немножко по-другому. Если человек, кандидат в президенты, набирает 51% голосов и больше, то он выходит в президенты без второго тура. Если первый набирает меньше 50%, то тогда идет второй тур и идет тот, кто набрал большее количество голосов, и следующий, идущий за ним. То есть за ним шел Порошенко. И после того, как... Как говоря, никто не хотел, не знаю, как Порошенко набрал, после того, что мы с ним пережили и то, что он обещал, очень мало кто хотел видеть его в качестве президента на второй тур. Честно. Я не знаю, как он набрал такое количество, но я сомневаюсь, что это было честно. Вот это. Ребята, вот скажите мне, пожалуйста, мне одному показалось, что у нее очень слабенький, хотя даже не слабенький, это даже не акцент, это манера разговора, понимаете? Либо армянская, либо грузинская. Но больше, мне кажется, это армянская. Вот серьезно. Вот опять же, зачем мне лгать? Ну ты сидишь в Германии, ну ты даже не помнишь выборы Украины президента. Ну хорошо, хоть столицу Таджикистана знает уже хорошо. Ну зачем лгать? Ну для чего? Ну ты армянка, ну скажи, да, я армянка. Ну слушай, почему? Я вот, я горжусь, я с Таджикистана, я это говорю, я с Таджикистан. Для чего обманывать? Ну зачем? Для чего? К чему это вообще? Вот и прилетело, блин. Это шерка. Валик Джен, зачем тебе большая авиация? Пойдем ко мне домой, мама долму готовит. Ты любишь долма? Нет. Потому что у вас не умеют готовить долма. А настоящий долма... Рубик, дорогой, только Ципер не скажет, что у нас и с Ациви не умеют готовить. Ну...